Почему во время трансформации первая Мистик буквально теряла свою кожу? Как она смогла копировать когти Росомахи? Из чего в итоге они были сделаны? И как работает ее мутация в конце концов? Ответ на эти и другие занятные вопросы, касающиеся нашей старой знакомой Мистик в этом видео, не забудь поставить лайк и приятного просмотра! И друзья, чтобы не теряться в случае чего, подписывайтесь на мои Яндекс.Дзен и Телеграм-каналы по ссылочкам в описании, сейчас это очень актуально! Приемная сестра, официант, уникальный мутант-оборотень, в геноме которого кроется ключ к мутации как таковой, самый опасный и эффективный шпион в мире, великая героиня и временами любовница в конце концов. Да, все это Рэйвен Даркхолм или Мистик, без которой не обошлась ни одна экранизация классической кинолинейки Люди Икс и проделавшая свой кинематографический путь от отъявленного антагониста до моралиста с эпизодическими отклонениями образа в сторону антигероя, но отметим не без причин. Да, две киноверсии Рэйвен в трилогии Люди Икс и в более поздних сериях франшизы в исполнении Дженнифер Лоуренс это по сути один персонаж, но с учетом переписанного таймлайна, не доживший до тех самых событий 2000 года и заварушки вокруг Статуи Свободы, которая, как мы помним из Логана, все-таки состоялась и в новом таймлайне, но уже с учетом некоторых измененных обстоятельств, к примеру таких как отсутствие Мистик, так как скончалась она уже в 92 году от рук Джин Грей. Но тем не менее все события, произошедшие до 73 года согласно киновселенной, все еще остаются как бы каноничными. И несмотря на явную вражду между Ксавьером и Рэйвеном в 2000, в оригинальной временной ветке она все еще являлась ему формальной приемной сестрой, которую будучи ребенком в 44 году он повстречал в своем родовом поместье. И на момент событий с самого первого фильма ей было 66 лет, с Магнетой и Ксавьером они ровесники. Но мы-то знаем, что стареет она в два раза медленнее обычных людей, поэтому прикинуть ее физиологический возраст несложно. Но несмотря на все это, объективно эти две Рэйвен это абсолютно разные персонажи. И как и в случае с другими героями вселенной, о которых мы говорили в прошлых роликах, я бы считал это скорее перезапуском персонажа. Напомню, что франшиза Люди Икс никогда не претендовала на строгую сериальную преемственность. Это выражается в том, что разные режиссеры и авторы представляли нам и разные взгляды, на способности и даже анатомические нюансы физиологии одних и тех же персонажей. К примеру, в экранизациях Брайана Сингера именно в первых двух лентах работал он еще и над более поздними сериями франшизы. Ксавьер и Страйкер говорят о адамантиевых когтях Логана как о чем-то новом и приобретенном в ходе эксперимента, намекая на то, что никаких когтей до этого у него не было вообще. Ты всегда был зверем, мы лишь дали тебе когти. Я не устаю отмечать внимание первых лент к мелким деталям, из которых можно сделать выводы о физиологии персонажей. Конечно, в большей степени это относится к Логану, и этому был посвящен отдельный ролик на моем канале. К чему я это все? К тому, что в первых двух экранизациях показан слегка альтернативный и более конкретный взгляд на природу способностей и нашей старой знакомой Мистик. Первое знакомство с первой Мистик происходит на борту вертолета сенатора Келли. Она обманывает сенатора, приняв облик его помощника. А такую же возможность перевоплощения дает и фотоконструктор Мазабрик, который как раз ко мне пришел. Мазабрик это бесконечный фотоконструктор, который может перевоплощаться когда угодно. И почему-то на первый раз я выбрал именно Дэвида Хассельхоффа. Из маленьких деталей конструктора пяти цветов вы можете собрать любое свое фото в стиле пиксель арт, а потом когда захочется разобрать и собрать что-то еще. В наборе уже есть все необходимое. Кубики конструктора, основы для сборки, скрепляющие элементы, подставка, скотч и инструкция. Мазабрик это универсальный набор, который сразу готов к сборке любого изображения. Чтобы получить инструкцию по сборке, берете набор, заходите на сайт, загружаете свое фото и готово. Кубики конструктора каждого цвета обозначены собственным значком, из которых и будет состоять инструкция. Такой метод интуитивно понятен, поэтому справится даже ребенок. Наборы бывают трех размеров, а если все показалось вам слишком простым, то можете объединить несколько наборов, чтобы получить картину еще больше. И не забудьте приобрести рамку, так картина смотрится гораздо круче. Мазабрик идеально украсит любой интерьер, можно повесить над кроватью или поставить на комод. Фотоконструктор поможет вам не только развлечься, он еще и станет универсальным подарком. Получатель сам определится, что ему собрать. Переходите по ссылочке в описании и заказывайте Мазабрик на сайте производителя. А по моему промокоду MrHoff покупка станет на 20 процентов выгоднее. Мистик в ранней киноадаптации — это безжалостное, хищное, опасное и умное создание, беспрецедентно преданное магнета, грациозность которого аккуратно сбалансирована вызывающими легкий шок, ороговевшими наростами на синей коже, по подобию чешуи рептилий и неестественным нечеловеческим голосом. Что делает ее относительно пугающей. Эта визуальная концепция образа Рэйвен сохранится на протяжении всех последующих адаптаций, наряду с методом изменения внешности, путем придания трансформируемым тканям формы лепестков, в кавычках. За что я еще люблю первые ленты, так это за то, что при детском возрастном рейтинге они умели наводить саспенс и создавать гнетущую атмосферу. Вспомним флэшбеки экспериментов над Росомахой и ту самую жутковатую смерть сенатора Келли, детали которой мы, кстати, тоже рассматривали в одном из прошлых роликов. Вот и казалось бы, уже привычная сцена трансформации, не менее привычный нам Мистик, содержит в себе что-то некомфортное. И что же это? Ах да, грамотно подобранный саунд. И наблюдая за трансформацией Рэйвен, как обычно, обращаем внимание на детали. А главной деталью здесь является то, что в процессе метаморфозы мы наблюдаем повсеместное появление на теле Мистик участков оголенного мяса, полностью лишенных кожи. Отмечу, что в эпизоде первой трансформации может быть не совсем явно, что это именно голое мясо, но во всех последующих – да. В некоторых сценах метаморфоз художники особенно постарались и добротно смоделировали участки освеженной плоти Мистик, спутать которые с чем-то другим очень сложно. Голая плоть, лишенная кожи, выступает своего рода перетекающей границей между привычной синей кожей Мистик и ее маскировкой, и которую мы видим в моменты ее превращений. Таким образом, главная особенность метаморфоз этой Мистик в том, что перевоплощаясь, она не трансформирует свою кожу в камуфляж и обратно. Она каждый раз в прямом смысле сбрасывает свою старую кожу и воспроизводит на ее месте новую, отсюда и эти участки голого живого мяса. При этом странно, что на ее коже останутся шрамы от лезвий Логана, которые мы иногда сможем на ней рассмотреть. Возможно, ей просто нравится этот атрибут внешности, и она решила оставить его на память, о чем намекнуло старику Логану в палатке, так как и без всего этого Мистик обладает далеко не хилым исцеляющим фактором. Это концепция превращений, от которой авторы, в том числе и сам Брайан Сингер, откажутся в дальнейшем. Возможно, по причине того, что лента «Первый класс» с оригином Мистик, созданная другим режиссером, заложит иную концепцию работы ее мутации. Или просто по причине того, что это достаточно отталкивающая деталь, если в нее всматриваться. Визуальная кульминация этого подхода превращений происходит в одной из сцен «Люди Икс 2», когда Ксавьер с промытыми мозгами и с помощью церебра выполняет установку страйкера – уничтожить всех мутантов. Мимикрирующие способности Мистик, страдающие в этот момент от жуткой боли, начинают работать хаотично. И здесь мы можем рассмотреть спонтанно проявляющиеся на ее теле обширные куски плоти, лишенные кожи. Что еще раз говорит о том, что подход со сбрасыванием старой кожи и ее замены новой – это базовый принцип работы перевоплощений Эд и Рэйвен. Третий фильм сохранит подобный принцип визуализации ее метаморфоз, несмотря на то, что общая концепция их работы уже будет отличаться. Закрыв магнета от лекарства, что превращает мутантов в обычных людей, она начинает принимать человеческий вид. Ее синяя кожа, согласно того же подхода, начинает исчезать, оставляя открытыми куски мяса, постепенно заменяясь на человеческую. И даже тут лишенная способности Рэйвен выглядит так, как она хочет, с маникюром, педикюром и макияжем, ну почему бы и нет. И почему авторы первых двух лент заложили подобную деталь с оголенным мясом в ее превращениях? Скорее всего потому, что здесь секрет ее перевоплощений кроется в первую очередь в мутациях ее наружных покровов, всего того, что мы можем видеть невооруженным глазом, и соответственно слышать. А трансформация глаз, сетчатки дается ей сложнее всего. Именно глаза чаще всего выдают ее истинную сущность в моменты потери концентрации. В отличие от других фильмов, ее превращение здесь не затрагивает костную и мышечную структуры, за исключением разве что голосовых связок, так как это тоже мышцы. В каждой трансформации мы можем наблюдать, что ее рост не меняется. Во второй части может показаться, что он все-таки меняется, когда она принимает свой базовый облик из камуфляжа Леди Смертельный Удар. Но на самом деле нет, здесь работает эффект приближения кадра. В первой ленте есть запоминающийся эпизод, когда Мистик копирует Росомаху, подражая в том числе и его когтям, и вступая с ним в непростое для него противостояние. Но имитирование запахов оказывается самым слабым параметром в ее подражаниях, особенно когда имеешь дело с таким противником, как Логан. И когда Мистик оказывается повержена настоящими лезвиями из адамантия, копия ее лезвий принимает синий цвет и сливается обратно с кожей, именно с кожей. Это еще раз подтверждает, что перевоплощение Мистик носит условно наружный характер, так как нам достаточно ясно дали понять, что синяя в ее организме только кожа, внутри она сделана из такого же мяса, как и человек. Но, надо сказать, из чертовски крепкого мяса. Магнета в днях минувшего будущего притягивал тело Рейвен к себе с помощью пули в ее голени. Если бы она имела среднестатистическую плотность мяса, пуля скорее всего вышла бы насквозь, чем потянула ее к нему. Еще одной интересной особенностью перевоплощений первой киноадаптации Мистик является то, что визуальный способ трансформирования ее тела, который в целом сохранится и в последующих фильмах, не затрагивал ее волосы. Они просто меняли длину, форму и цвет. В третьей ленте навыки имитации Мистик вышли на кардинально новый уровень. Она смогла скопировать внешность ребенка, изменив габариты своего тела в меньшую сторону. А здесь как раз таки трансформации костной, мышечной и прочих тканей на лицо. Это уже выходит за рамки, показанного в первых двух лентах. Кто знает, может быть это было связано с модификациями Мистик, выходящих параллельно с фильмами сериях комиксов. В линейке Люди Икс навсегда, после облучения дозой космической радиации, она обрела схожую с фильмом внешность и получила серьезный апгрейд способностей. Она уже могла менять форму тела, вплоть до сплющивания, отращивать новые конечности, менять местами органы, обрастать броней и так далее. Но по правде говоря, и в более стареньких комиксах были замечены моменты, когда она превращалась в крылатых созданий. И мой субъективный топ-сцен с Мистик Эвер Мэйд также будет состоять из эпизодов первых двух частей. Это сцена в вертолете, сцена в баре, само собой, и сцена проникновения на базу Алкали Лейк, что так сильно впечатлило Логана, а удивить Логана это крайне сложно. Также и перезапуск Рэйвен в первом классе сразу обозначил серьезный уровень ее трансформаций. Будучи маленькой десятилетней девочкой, она приняла облик взрослой женщины, матери Ксавьера. И говоря о том, как именно могут работать способности Мистик. Мне понравился комментарий одного пользователя с Reddit, который подметил, что Мистик это ходячая куча недифференцированных клеток. Но виды клеток, в которые в итоге дифференцируются клетки Мистик, а вернее большинство из них, существуют разве что в формате жанра комиксов. Ведь она способна имитировать не только чей-то облик, но и внешние свойства предметов, одежды, украшений, оружия, камня и так далее. И при всем при этом, все, что мы видим на ней, это часть живого организма. Все это живое, состоящее именно из клеток, структурных единиц биологических организмов. Она способна имитировать внешние свойства предметов, но не их молекулярное строение. Копия когтей Росомахи, падая на землю, издает металлический звук, но они далеко не металлические. Они состоят из ткани, наподобие ткани ее костей или когтей-ногтей. Когда Росомаха отрезает их, ей больно. Лично у меня нет никаких сомнений в том, что ее когти могли бы перерезать стальной трос. В ленте первый класс Магнета отбрасывает в сторону сторонников Ксавьера, но одна Мистик остается на месте, потому что в ее костюме нет металлических элементов, как у остальных, только зрительная имитация. Есть в этой имитации и свои недостатки, если их, конечно, можно таковыми называть. Внимательные зрители заметили, что в днях минувшего будущего, во время диалога со Страйкером, замаскированную под офицером Мистик выдавала одна деталь. На ее одежде, то есть на имитации одежды, не было следов пота, в отличие от Страйкера. Будто этот нюанс Мистик не смогла воспроизвести в своем камуфляже. На мой субъективный взгляд, скопление этих недифференцированных клеток, формирующих специфический камуфляж Рейвен, а именно предметы, одежды, аксессуары и так далее, это и есть чешуйчатые образования на ее коже, почему бы и нет. Кстати, в апокалипсисе Рейвен не создавала клинок Псайлок, которым атаковала антагониста. Это и был ее настоящий клинок, который забрала Мистик, пока та была в отключке. Мистик, конечно, это не только куча недифференцированных клеток, но и куча дифференцированных. Ранняя Рейвен, как мы обозначили выше, воссоздает свою кожу заново, предварительно теряя ее, а поздняя Рейвен свою кожу не сбрасывает. И зачем создавать новые эпителиальные клетки, к примеру, клетки эпидермиса, если они уже есть, и их достаточно перегруппировать для формирования новой внешности? Согласно комиксам, Мистик изменяет визуальные габариты тела, не меняя свой вес. То есть она увеличивает или сжимает расстояние между клетками, насколько это возможно. Хотя причем тут возможно и фантастика. И как выяснится позже, в ее ДНК кроется целый ключ к мутации, что сделает возможным существование продвинутой стадии проекта Стражи. Для этого пойманной Рейвен всего-то потребовалось пожертвовать ученым свою кровь, ткань мозга, спинномозговую жидкость и костный мозг. Но так или иначе, история Мистик – это не история мутанта-оборотня. Это история о том, что нет ничего страшнее брошенной женщины. Если тебе понравилось это видео, подписывайся на мой канал, ставь лайк, комментируй, не забывай делиться этим видео с друзьями. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok